В Алапаевске двое подростков жестоко расправились с пожилой женщиной. По версии следствия, они избили, а после сожгли заживо одинокую пенсионерку. По словам местных, причиной убийства могло стать то, что женщина занималась попрошайничеством. Подробности этой дикой истории в нашем следующем сюжете. На месте зверской расправы следы от костра. Именно здесь двое подростков напали на 69-летнюю женщину. Жестоко ее избили, облили бензином и подожгли. А когда поняли, что натворили, побежали в ближайший дом. Стали стучаться в квартиры и просить воды. Спрашиваю, кто. Слышу детские голоса. Дайте воды, дайте воды. Я уже, конечно, двери открыла. Говорю, что случилось? Он говорит, там горит, там горит. Я думала, вначале сирайки горят. У меня вода была, когда отключают воду, что в бутылках набрана. На всякий случай схватила эту бутылку, как бы уже машинально. Еще ведро достала, еще ведро налила. И мы с детьми выбежали. Смотрим, они у нас-то выхватили бутылки, все это. Начали, как бы, ну, мы затушили. В общем, а потом уже, когда я фонарик включила, я смотрю, что там лежит человек. Женщина пришла в ужас. Вызвала скорую и полицию. Вскоре были задержаны двое подростков. Оба парня воспитываются в полных семьях. На учете в ПДН не состояли. В ходе неотложных мероприятий предварительно установлено, что нападение на женщину совершили двое подростков возрастом 16 и 12 лет. Решается вопрос об избрании в отношении старшего из несовершеннолетних меры пресечения. Второй подросток не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности. По словам соседей, погибшая пенсионерка жила одна, выглядела неопрятно и выпивала. Как рассказывают местные жители, предполагаемой причиной жестокой расправы стало то, что пенсионерка занималась попрошайничеством. Алексей утверждает, эти же подростки не раз его избивали. Вот я шел от монетки, попрошайничал ходил, они за мной пошли. Меня вначале у дома у того вот избили. Потом они меня где-то здесь вот избили. Вот эти вот двое вот. Да я ни за что просто, что мы ходим попрошайничем и бабушку-то за что они вообще убили, я не могу ничего понять. Вот предположительно один из участников нападения на пенсионерку. Правда сам парень говорит, что просто стояла рядом. А женщину избил и поджег его приятель. Он меня попросил, сказал, что типа стой на шоке. Подбежал ее, с ноги ударил, она упала, он ее начал позакинуть. Я ей по ногам ударил, потом за соляркой сдюгал, за бензином. Он ее взял, поджег, и она сгорела. Они сказали, что типа постоянно попрощаю, что у всех деньги, ничего. Вот он ее и сожжет из этого. Тем временем соседи живут в страхе. Людей беспокоят, что подростки, которые избили и заживо сожгли женщину, находятся на свободе. Мотивы и точные обстоятельства преступления сейчас выясняются. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью». Анна Полякова, Анастасия Хлевная и Кирилл Ростовский. События ОТВ.